31 января 2021 года. Итак, мы с вами продолжаем выборку биогонуса, то бишь отделение его от дождевых червей. Но вот уже 4 коробки я освободил. Вот это крайняя пятая коробка. От неё тоже, как видим, часть освобождена больше биогонуса. Ну вот, меньшую часть. Показываю вам, как это делается наглядно. Перекладываю в соседнюю коробку. Как видим, пока червячишки, червячишек не наблюдаются здесь. И продолжаем эти действия. Здесь даже где-то один кокон был. Но когда вот так вот потихоньку шевелим, то, соответственно, червячишки все думают, что это их ненавистный крот и быстренько-быстренько всё глубже и глубже убегают. Вот, как видим, здесь есть ещё остатки органики какие-то, вот семечки. Они уже, правда, проросли давным-давно и их, знаете, семена уже недействительны, так скажем. Но до конца ещё не сганили, не переработаны и они в готовом. Вот видим, первая червячишка попался. Здесь до конца не переработаны, но это ни в коем случае не помешает растениям, куда этот биогумус будет в качестве почвы, почвосмеси направлен. И пока видим только одного червячишку. Вот эта ванночка с отверстиями, вот с этими, стоит на ванночке без отверстий, куда червячишки перебегают. Вот, и перебегали, можно сказать, сутки. В прошлой ночи я основную выборку это всё делал. И сейчас их здесь должно быть по минимуму. Ну вот, видим, совком я тут загорёб несколько штук. И тут тоже их, соответственно, таким образом отделяю от готового биогумуса, который у нас пойдёт на рассаду. Вот, таким образом я вчера проковырялся около двух часов. Пока загружались ролики, у меня параллельно шёл там. Корректировал что-то по загрузке. Ну и теперь завершающий этап. Я вам показываю, сколько, вы видите, сколько этих червячишек здесь осталось за сутки. Вот видим здесь коконы есть. Вот они, два кокона. Сейчас я вам круглым планом их покажу. Вот они, коконы здесь. Я их не выбираю. Пусть будут биогумуси. Они там выведутся и как раз будут потихоньку. Вот ещё один червячишек. Будут потихоньку перерабатываться. Вот ещё один кокон. В общем, на этом бы можно было и завершить отделение червячишек от биогумуса, поскольку здесь его, как видим, уже почти не осталось. Но большинство червячишек, конечно, перебежало через вот эти отверстия в нижний ящик, в нижнюю ванночку. И сейчас я вам покажу вот их, сколько здесь осталось. Вот можно было бы ещё очистить. Но я вам просто показываю, сколько их осталось. Убираю почву. Вернее, биогумус не до конца ещё переработанный. И вы увидите, увидели, вернее, сколько их здесь вот есть. На этом переборку я заканчиваю. Сколько их тут есть? Наверное, сотня, не больше осталось в этой ванночке с отверстиями. Остальные все уже перебежали. Гораздо больше их тут было. Вот самых мелких я выбираю. Они меньшей скоростью обладают перемещением. И, соответственно, не успевают вниз убежать. Остались самые маленькие. Ну вот, на этом всё. Теперь смотрим, что же у нас в нижней ванночке осталось. Вот, на этом всё. Беру камеру в руки. Или ванночку в руки. Поднимаю. И мы сами видим, сколько их в нижней ванночке. Лучше даже перешипаю всех остальных. Смотрим, что там на дне. Вот здесь мы видим, как они из отверстий здесь торчат в бегах. Ну, кто хочет вперёд, кто хочет назад. Ну, вот этот сомневается в своих желаниях. Остальных тоже вот таким образом быстренько перебираем. И дальше всё это дело происходит прямо на крышке компостера. И камера стоит. И эти ванночки обе. Видим, что в нижней ванночке у меня в основном непереработанная макулатура осталась. Сейчас фекалии уже все съедены. И я не останавливаю движение, чтобы вы просто наглядно увидели, сколько в реальном масштабе времени это дело занимает. Ну, вот всё на этом. Теперь нужно нам камеру переставить в другое место, на табуретку. Вот таким образом я её переставил. И вам только остаётся понаблюдать, как я поднимаю крышку нашего компостера. И что там внутри, увидим. В общем-то, не важно. Но посмотрим. Вот так вот внутри картина. Вот в одном отсеке. В правом. Вот так. В левом. И сюда же в этот левый отсек. Вот таким образом выкладываю всех червячишек, которые набежали в нижний ящик. За вчерашнюю и сегодняшнюю переборку. Всё. Эта ванночка тоже почти что освобождена. От мелких червячишек ещё вытащу. И на этом всё. Вот так выглядят червячишки крупным планом. Сейчас я сделаю ещё максимальное увеличение. Новая камера это позволяет. Вот сейчас до трёх увеличено. До четырёх. Ну вот, до четырёх уже автофокус не позволяет выдержать. Максимально, что мы можем, это вот до трёх. И здесь автофокус выдерживает этот режим. Всё мы с вами наглядно увидели. Большое спасибо. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok